В долгосрочной перспективе могу себе представить дискуссию о всеобщем упрощении визового режима В долгосрочной перспективе могу себе представить дискуссию о всеобщем упрощении визового режима Спецпредставитель правительства ФРГ по России о диалоге в период кризиса Газета Коммерсант номер 89 от 27 мая 2019 года, строение 5 На июньском заседании российско-германского форума «Петербургский диалог» будет обнародован документ с экспертными предложениями по облегчению визового режима между Россией и Германией. Об этом корреспонденту «Твердый знак» Галини Дудиной рассказал депутат Бундестага от фракции Социал-демократической партии Германии, СДПЭГ, координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Дирквизи. В конце минувшей недели он побывал в Москве, приняв участие в экспертной встрече, посвященной либерализации визового режима между РФ и ЕС. Вместе с советником президента России Михаилом Федотовым и другими экспертами вы обсуждали возможную либерализацию визового режима. Уместно ли вообще говорить на эту тему в нынешних политических условиях? Абсолютно. В прошлом году на заседании форума «Петербургский диалог» мы уже выступали с предложением рассмотреть возможность отмены виз для молодых людей в возрасте до 25 лет. Эта идея была позитивно встречена как с российской, так и с немецкой стороны, в том числе бизнесменами и участниками молодежных обменов. Тогда же на заседании рабочей группы «Гражданское общество» мы договорились провести отдельную встречу по отмене и либерализации виз. Эта встреча состоялась теперь в Москве и прошла очень продуктивно. В ней приняли участие в том числе представители МИД России и консульского отдела посольства Германии. Конечно, нужно различать уже существующие правовые рамки и перспективы либерализации визового режима для людей в возрасте до 25 лет. Это требует дополнительного обоснования и обсуждения с другими участниками Шенгенского соглашения. Но вопрос и в том, что мы можем сделать в рамках уже имеющихся договоренностей, в том числе двусторонних, чтобы снизить стоимость получения визы, выдавать визы на более длительный срок, а также избавить школьников и студентов от лишней бюрократии. Вопросы либерализации мы можем обсуждать в среднесрочной перспективе, а это уже сейчас. И по итогам заседания, на котором мы много говорили, многое предлагали как с российской, так и с немецкой стороны, мы договорились зафиксировать на бумаге предложение по улучшению существующей ситуации с выдачей виз. Эта бумага будет представлена в ходе заседания Петербургского диалога в Бонне в июне этого года. Что это могут быть за предложения? Прежде всего касательно стоимости виз для молодых людей, а также распространения информации об уже имеющихся возможностях упрощенного получения визы, все это дискуссии на уровне экспертов или правительства Германии их также поддерживают. Я в общем-то в правительстве Германии, так что могу сказать, что такие идеи встречают поддержку в правительстве. Так же как и предложенный в прошлом году парламентской фракции СДПГ программный документ по отношениям с Россией получил поддержку и представителей других партий. Вопрос только в том, когда лучше вынести эту визовую инициативу на рассмотрение на европейском уровне. А не получится ли, что, как в 2000-х, начале 2010-х годов, Россия со своей стороны выполнит договоренности, но затем процесс либерализации, тогда речь шла вообще об отмене виз, застопориться со стороны ЭС. Естественно, при таких переговорах сохраняются определенные вопросы касательно безопасности. Просто тогда многие каналы переговоров оказались заморожены с 2014 года. Но что касается молодежных обменов, думаю, что их преимущества перевешивают. А нет риска, что подобная нормализация отношений с Россией вызовет критику со стороны ваших партнеров по ЕС, например в Прибалтике, Польше. Ведь та же перспектива возвращения права голоса России в ПАСе вызвала резкую критику со стороны, скажем, Литвы, Эстонии. Германия выступает за то, чтобы Россия и дальше оставалась в Совете Европы. И хотя между странами, членами Совета Европы были дискуссии на эту тему, мы всегда настаивали на том, что это важно, чтобы Россия сохранила свое членство, а российское гражданское общество оставалось под юрисдикцией ЕСПЧ. В итоге нам удалось убедить согласиться с такой позицией даже поляков. Против выступали всего 4-5 стран. То же касается и либерализации виз для граждан до 25 лет. Это новое, молодое поколение. В долгосрочной перспективе я могу себе представить и дискуссию о всеобщем упрощении визового режима, но там, конечно, возникает больше вопросов. Вы были назначены спецпредставителем по России равно год назад. Говоря вообще о вашей должности, верно ли сказать, что задача – улучшать отношения с Москвой? Да, конечно. И прежде всего мне хотелось бы, чтобы улучшались отношения между людьми. Есть сферы, по которым мы не продвинулись в отношениях с Россией настолько, насколько хотелось бы. Но, конечно, Россия – наш сосед, Россия, на мой взгляд, часть Европы. И мы заинтересованы в диалоге и интенсивных взаимоотношениях. Естественно, вместе с нашими европейскими партнерами. И делать шаги навстречу, прилагать какие-то усилия, должны обе стороны, Россия в том числе. Предлагая диалог, мы должны видеть какие-то успехи, которые в том числе и оправдывали бы нашу позицию в глазах критически настроенных европейских партнеров. Вы сами в начале года заявили в одном из интервью, что наверняка стоит ожидать резких падений во взаимоотношениях с Россией в 2019 году. Если в конце этого года я смогу признать, что ошибся, поверьте, я буду как никто счастлив это сделать. Ну, конечно, у нас есть, скажем, пара сложных вопросов, не говорить о которых нельзя. Прежде всего, выполнение минских договоренностей по Донбассу. Сейчас, после избрания Владимира Зеленского президентом Украины, возможно, вновь открылись какие-то возможности, хотя в начале года, честно говоря, ситуация выглядела более удручающе. Теперь, кажется, можно говорить о возможности начать все с чистого листа, тем более что сложно еще больше испортить российско-украинские отношения. Правда, я был удивлен, что первым же сигналом из Москвы было решение о выдаче паспортов жителям Донбасса. Не знаю, был ли это лучший сигнал к началу диалога. Кроме того, и Россия, и Германия заинтересованы в том, чтобы дальше соблюдалось соглашение по иранской ядерной программе. Наконец, европейцы, конечно, заинтересованы в устойчивой архитектуре безопасности и контроле над вооружениями. Несоблюдение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со стороны США и со стороны России может иметь последствия для Европы. Нас это беспокоит, но, похоже, сохранить его не удастся. Вы планируете посетить Киев? Я был там в прошлом году. Надеюсь, такая возможность снова представится. Пока в понедельник я направляюсь в Узбекистан. Куда именно? Мы посетим Ташкент, Урген-Чехиву. В Узбекистане сейчас происходят интересные процессы. Страна стала более открытой. Проведены уже отдельные реформы. Президент Узбекистана уже был в Берлине, и теперь в понедельник ответный визит нанесет президент Германии Франк Вальтерштайнмайер, вместе с которым летит серьезная бизнес-делегация. Думаю, это важный сигнал, свидетельствующий о том, что немецкий бизнес заинтересован в Узбекистане и что для Германии по-прежнему важна Центральная Азия. За год, что вы занимаете свой пост, вы несколько раз были в Москве и Петербурге, скоро посетите Псков. Как вы оцениваете сделанное? И кстати, было ли что-то, что вас в России сильно удивило? То, как хорошо играют в футбол депутаты Госдумы, две недели назад мы проиграли им в матче со счетом 1 к 2. Если серьезно, я еще относительно молод, мне 35 лет, и за этот год я открыл для себя Россию. Меня впечатлило, с каким гостеприимством принимали. Несмотря на определенные расхождения во взглядах, нам удавалось построить конструктивный, взаимоуважительный диалог. За этот год нам удалось внести в повестку вопрос об упрощенной выдаче виз для молодежи, о котором мы с вами уже говорили. Кроме того, к концу 2018 года было принято решение заложить в бюджет ФРГ на 2019 год 18 миллионов для продвижения сотрудничества гражданского общества со странами Восточного партнерства и Россией. Плюс партнерства городов, спортивные и культурные обмены. И надеюсь, нам удалось сохранить Россию в Совете Европы. Это важный сигнал.